Привет дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в тень колосса, убито 10 колоссов, в последней серии мы разбирались с геморройной маленькой, но по сравнению, сравнительно маленькой кошкой, она была размером всего с пару быков. С рогатой кошкой, если что, позволю себе заметить, ну да неважно, как бы там ни было справились, несмотря на то, что пришлось повозиться, что же нас ждет теперь, мы все ближе и ближе к спасению, любимый главного героя. Следующий враг На райском озере под тихой водой скрывается гром Движущийся мост приведет тебя на более высокую землю, чтобы это не значило. Так, ну хорошо, если это то, о чем я думаю, то это очень сложный и тягомотный бой. В этой игре главная проблема не в сложности, а в тягомотности. Временами ты знаешь прекрасно, что делать, но тебе не дают этого сделать, потому что там колосс уходит на 3 километра и придет через 10 минут, а ты тупо стоишь и ждешь. Такое тут в порядке вещей По сложности здесь умереть практически нереально, хотя один босс был, вот этот вот змей, который в песчаных дюнах, он убивал достаточно часто. Так, хорошо, куда мы скачем? Куда-то вон туда. Да, это, судя по всему, именно тот босс. Он настолько неприятный, что я его запомнил. Я просто где-то, наверное, часа полтора втыкал, не мог понять, что с ним делать. Сейчас, я думаю, это будет побыстрее. Так, хорошо, нам куда-то, куда-то нам... Ой, ой, только не падай. Куда-то нам вот сюда, наверное. Посмотрим сейчас. Мостик, конечно, такой вызывающий доверие, верно? По-другому не назовешь. Это даже не мостик, это просто каменное образование какое-то. Типа так и было. Так, хорошо, давайте... А вон там, видите, вдалеке Акведук. Вон он. Вот туда нам и нужно. Как? Как они вот такую вот графику выбили из PlayStation 2? Просто выжили все соки. На PlayStation 2 это, по-моему, очень неплохой результат. Выглядит игра даже сейчас достойно. Ну, конечно, если вы не графа дрочер, если вы не ждете из свежевыходящих игр исключительно Crysis 3, потому что там графон. Душевная игра, кто бы что ни говорил. Тягомотная, временами просто вызывающая отторжение, но при этом сделанная с душой. Так, тихо, лошадь. Ты опять пина. Ты опять упоролась. Ну, повернись, пожалуйста. Лошадь, ну, ну, лошадь. Вот такие вот узкие пространства для лошади просто настоящая проблема в этой игре. Хорошо. Так, и куда же мы двигаемся? Туда приехали, нет? Как тут шумно. Хорошо. Так, я так чувствую, у меня сейчас лучше будет с лошади. спуститься и осмотреться, потому что с ее поворотами я и так ничего не вижу тут. С ее поворотами вообще теряюсь. Лошадь, управление лошадью. Это просто кошмар. Так, ну, отсюда я прискакал. Там, в принципе, была какая-то по краю скалы дорожка. Наверное, туда. Посмотрим. Вот этот свет солнечный. Лошадь, уйди. Я не в духе. Так, да, похоже, по ощущениям. Вот сюда. Да, я был прав. Так, достаточно далеко идти. Давайте все-таки лошадь. Иди сюда. Все-таки поскачем. А то так мы будем минут пять скакать туда-сюда. Скакать, говорю. На своих дворях. Ну, поняли. Так. Лошадь. Ящерка. Так, ну и все, пришли. Это что за дверь, интересно? Хм. Не видел раньше. Кто знает, напишите в комментариях, что это значит. Может, ее посветить, кстати говоря. Мне запретили светить мечом. Странно. Ну, ладно. Ох, полезли. Босс просто странный какой-то. Бывают интересные, бывают неинтересные боссы. А этот странный. Часло. Ну, сейчас увидите. Прыгаем в воду. Вот так и надо. Что-то покоится на дне. Тягомотным этот бой будет, потому что вы видите, с какой скоростью я плаваю. Ну, да. Поплыли. Я думаю, до центра доплывем. И пойдет процесс. Хозяин, уходи. Нам по-любому нужно до одной из этих вот, как это назвать, вот до этого, короче, до этих каменных построек добраться. Так, плывем. Очень увлекательное занятие. Вот и водяной. Его главная проблема в том, что очень сложно доперечь, что с ним делать. Никогда же не подумаешь, что у него на голове, на затылке зубы. И по ним нужно стучать, чтобы... Ну, короче, это сложно объяснить. Стучишь по этим зубам, он поворачивается в нужную тебе сторону, приводишь его к одному из этих каменных постаментов. И оттуда уже допрыгиваешь к нему на пузо. Это просто пипец. Это был самый сложный для понимания босса. Так, ну... Вот твои рожки. И мы... Забраться с него тоже та еще проблема. И, кстати говоря, сейчас, возможно, я вам покажу, что значит пройти насквозь. Тихо, тихо, тихо. Надо было заныривать. Просто, когда его пытаешься оплыть, у меня раза четыре получалось, наверное, за час, что я парился с ним. Когда пытаешься его оплыть, и он временами тебя вот так вот давит, и ты попадаешь внутрь него. Это баг, но выглядит круто. Тупо, конечно, но круто. Так, камера. Ты опять пьяная. Давай, давай, пошел, 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 пошел. Камера. Я просто не могу его оплыть. Мне камера не дает. Она меня разворачивает на 180 градусов. Так, проплыли, нет? Да, похоже, не получится. Кто-нибудь понимает, что происходит? Я вообще не вижу. Ой, давайте выглубим отсюда. Я уже просто не хочу. У меня уже голова кружится от этой. А, я теперь выбраться отсюда не могу. Все, поплыли куда-нибудь сюда. Тихо. Не нужно этого. Так, и теперь, пока он там втыкает что-то, можно маленько. Давай, пошел, пошел, пошел. Хорошо. А, нет, не пролезли. Ну вот как это называется. Это ненормально. Как я и говорил, это странный просто колосс. Он поворачивается быстрее, чем я плыву. Так, ну ладно, поднялись к нему. Ай. Тихо, тихо, стой. Не уплывай от меня. Ты посмотри. ушел. Я уже не догоню его. А счастье было так близко. Ну, давай тогда вот так как-то на перерез пойдем. Может он повернется ко мне. Камера, ты меня просто убиваешь временами. Давай, поворачивайся сюда. Блин, ну так близко, но... Давай, давай, давай. Ну да, конечно. Кто бы дал. Блин. Вот поэтому эти бои не затягиваются настолько долго. Но, как я вам говорил в начале этой серии, я знаю, как его убивать. Я просто не могу на него забраться. А именно вот так вот и нужно забираться. Тут нет никакой хитрости. Просто тупо нужно суметь. Ладно, давай попробуем как-то его закрутить, что ли. Это самый геморройный. Пока что колосс из всех виденных. Именно по причине своей неадекватности. Стоило подпрыгнуть, чтобы забраться. Капец. Да, блин, ну как так? Я же прям вплотную. Босс, ну что ты делаешь? Прекрати. Я постоянно плыву где-то от него, наверное, метрах в двух. Давай, давай, да, пошел, пошел. Отлично. Неужто? Ты не сможешь прицелиться в его важные органы отсюда. Да я знаю. Забираемся на холку. Он бесится, как и все они. Ну, это понятно. Ну, успокоился. Так, это что такое? Прекрати. Так, и теперь, казалось бы, вот мы у него на спине, должно быть уязвимое место. Но нет, конечно же, нужно разбираться с зубами на его голове. Давайте ударим вот эту. Он повернет сюда. Теперь вперед. Теперь направо. Блин, да иди ты. Вот, молодца. Вперед, иди. Налево. Ты посмотрю, он просто не хочет к этой штуке лезть. Нужно, чтобы он прям к ней встал на нее, забрался. Именно это нам необходимо, чтобы разобраться с ним. Ой, ладно. Короче, давайте вон к другой пойдем тогда. Вон к той, раз он такой. По-моему, разработчики перемудрили, нет? Японская игра. Зубы на голове. Круто. Так, ну. Давай, повернись. Если я не допрыгнул, вы понимаете просто, что мне придется по-новому весь от маршрут по его спине проделывать, пытаться по-новому его догнать. Это не круто. Так, вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Отлично. Да. Ну, как вы видели, увернуться тут было нельзя. Так, теперь давай, родной. Почему мой меч перестал светиться? Это уже я, да. Вот так. На пузе у него. На пузе у него зимое место. Чтобы что-то произошло, нужно, чтобы он залез сюда. вот так вот. Хорошо. И теперь мы можем... А-а-а-а! Твою мать! Вот это был эпик фэйл. Спасибо тебе, игра. Ну, мне повезло, кстати говоря, очень даже. Потому что я забрался к нему обратно на голову. Это фартануло, по-другому не назовешь. Как я не допрыгну вообще. Ну, ладно. Хорошо. Иди. Сейчас, что-то его опять взбесило. Давай, вперед. Так, куда ты? А-а-а-а! Успел. Как обычно. Давай, удиви меня. Так, ну и круто. Первый пошел. Второй пошел. Это же вот тут просто додуматься нужно до этого. Это сколько времени убить? Не знаю, по-моему, перемудрили. Нет? Так, ладно. Теперь по-новой эту, несомненно, увлекательную процедуру повторим. Хорошо. И знаете, что при всем при этом игра мне... Тих-тих-тих-тих. Игра мне очень нравится. Это какое-то вот странное такое. Сада Маза. Просто получаешь удовольствие от этой кривизны. Игра слишком круто сделана, чтобы обращать прям внимание на все эти недостатки. Такого очень мало. Так, я что, опять застрял, что ли? Да япона мать. Ну, 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 вот на самом деле эту игру нужно назвать Япона мать. Это идеальное для нее название. Во-первых, Япона. А во-вторых, мать-перемать. Так, хорошо. Зачем ты под воду залез? Поднимись ты наверх, ну тебя смывать начинает. Япона мать. Ну, япона твою мать. По-другому не скажешь. Давай наверх. Давай, давай. God damn it. Так, ну, вот сейчас можно бежать. Фу, повторим. Опять в воду. Окей. Эм... Нам нужно... Ну, что ты делаешь? Ну, прекрати. Нам нужно... Вот к этому, наверное, к левому. Тихо, не падай. Лево. Лево руля. Эм... Лево руля. Вперед. Шо? Вперед. Левее. Вперед. Да шо ж ты какой тупенький-то, ну, елки-палки. Правее. Перебарщивает. Левее. Давай, вперед. Вперед. Так, самое главное не спешить. Здесь можно просто поднапороться. Правее. Вперед. Что это было? Ну, зачем? Вот, ну... А, куда ты пошел? Ах, тупенький, тупенький. Так. Давай, давай. Успел. Ай, не падай. Ой, не надо. Фух. Кривота. Ну, кривота. Поднюдь. Давай, поднимайся. Да тут же я, ну... Ну, что ж ты делаешь, ну... Не уходи. Ох, какой ты быстрый. Игра, прекрати, пожалуйста. Ну, поднимись, ну... Ну, я тут. Давай. Ох, ну вот зачем? Поднимись, пожалуйста. Ладно, я типа тут. И тебе нужно расстрелять меня сверху. Вот, молодца. Так, аккуратно. Первый вошел. Второй вошел. Фу. Вот с этим я парился в первый раз. Ну, не соврать. Два часа. Через час понял, что с ним делать. И час еще не мог это проделывать. Сейчас-то у меня уже какой-никакой опыт есть. Я понимал, как он будет двигаться. Но все равно, согласитесь, это было достаточно глупо. Но, в итоге... Разобрались. Это был самый неинтересный босс в этой игре. Возможно, на это было интересно смотреть. Но играть, убивать его было совершенно скучно. Остальные боссы, могу сказать, что гораздо... Почему их боссами называют? Тут других врагов нет, так что они не боссы. Других колоссов убивать гораздо интереснее было. Причем абсолютно всех. Не знаю. Как бы там ни было. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok